МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальнейшая судьба рематча с Головкиным решится на слушании комиссии. Шанс того, что бой состоится 5 мая в Лас-Вегасе, очень мал. Официальная версия защиты Альвареса – запрещенный препарат попал в организм боксера вместе с мясом. Об этом разочарованно сообщают все мировые СМИ. А журнал «Форбс» приводит слова Геннадия Головкина, сказанные ранее по этому поводу. Снова мексиканское мясо? Ага, как же. Говорю вам, дело вовсе не в мексиканском мясе, дело в Канело. Это его команда. И Канело обманывает. Они используют допинг, а все вокруг просто делают вид, что этого не происходит. Проверьте его на детекторе лжи, и тогда мы все узнаем. Предложил боксер. Эксперты советуют не питать особых надежд на то, что крупный вечер бокса все же состоится. Телеканал HBO, который планировал показать мегафайт, приостановил раскрутку события. А бой исчез из программы вечера бокса. Форвард клуба Grand Rapids Drive. Зэк Апшоу скончался на следующий день после временной остановки сердца. 26-летний игрок рухнул на паркет за 40 секунд до конца встречи в матче Лиги развития. Спортсмена увезли в больницу штата Мичиган. Сообщалось, что у Апшоу остановилось сердце, после чего он находился в критическом состоянии. Врачи два дня боролись за его жизнь. Причина смерти не сообщается. Зэк Апшоу выступал за команды университета Иллинойса и университета Ховстра. На драфте 2014 года он не был выбран. После завершения студенческого этапа карьеры выступал за команды Helios Sons, Basket Ash и Grand Rapids Drive. Играл в Словении и Люксембурге. А с 2016 года пытался пробиться в НБА через Лигу развития. Лига развития – это официальная младшая лига Национальной баскетбольной ассоциации. Еще один трагический случай всколыхнул мировые СМИ. Британский яхтсмен Джон Фишер пропал в Южном океане во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Как передает Евроньюз, 47-летний спортсмен упал за борт на расстоянии полутора тысяч морских миль к западу от мыса Горн. Организаторы сообщили, что на Фишере был спасательный жилет, однако найти яхтсмена так и не удалось. В кругосветной регате он принимал участие впервые. Остальные члены команды вели поиски в течение нескольких часов, однако, учитывая обстоятельства, приняли решение прекратить их. Температура воды очень низкая, море неспокойное. Учитывая то количество времени, которое прошло с тех пор, как он оказался за бортом, мы вынуждены констатировать, Джон пропал в море. Это очень печальное известие для всех нас, и в первую очередь для семьи. Вся команда выражает соболезнования. Сообщил председатель регаты Ричард Брисиус. Всего в кругосветной регате Volvo Ocean Race принимают участие 7 команд. Это уже не первое трагическое происшествие в этой регате. В январе одна из яхт столкнулась с рыболовецкой лодкой неподалеку от Гонконга. Один из рыбаков впоследствии скончался. Норвежское издание NRK разбирает успех сборной своей страны на прошедшей Олимпиаде. В чем же преимущество маленькой Норвегии перед таким гигантом, как, например, Германия? Эти две страны и раньше были соперниками на Олимпиадах, причем встречи конкурирующих спортсменов не всегда были мирными. Во время игр в Южной Корее количество золотых медалей вышло одинаковым. По 14 наград у каждой из стран. Но Норвегия все равно заняла первое место, завоевав 39 медалей. А Германия, у которой 31 медаль, вышла на вторую позицию. Норвегия со своими 5 миллионами жителей переиграла Германию, которая может выбирать спортсменов из более чем 80 миллионов человек. В чем же подвох? Пытается понять издание. На этот вопрос попробовали ответить и мировые СМИ, которые предположили, что весь секрет в поддержке и помощи, которые оказываются спортсменам. В частности, в Норвегии с 1988 года функционирует организация Олимпиадопен. Под ее началом сотрудничают все норвежские спонсоры, специалисты, тренеры и участники игр. Очереждения предоставляют спортсменам стипендии, для того, чтобы они могли все свое время посвящать спорту. Однако немецкий еженедельник Шпигель не приминул, напомни, читателям и о 6 тысячах доз противоастматических препаратов, которые норвежская олимпийская сборная привезла с собой в Пхенчхан. Видимо, это также было следствием прекрасной подготовки сборной, иронизирует газета. Австрийское издание «Стандарт» для объяснения норвежского лыжного чуда привлекло тренера сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Александра Штекля. Коуч ответил, что спорт в этой стране – естественная часть жизни, ведь зима в Норвегии длится 8 месяцев, а люди здесь рождаются буквально с лыжами на ногах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова